Добрый день, уважаемые одиннадцатиклассники! А также я рада приветствовать всех любителей химии. На прошлом занятии мы рассмотрели положение неметаллов в периодической системе, вспомнили электронное строение их атомов, а также физические и химические свойства. А сегодня более подробно поговорим про неметалл-водород. Особое внимание при этом уделим изучению его физических, химических свойств, способом получения, сферам применения и познакомимся с летучими водородными соединениями. Первый открывателем водорода считается Генри Кавендиш, который назвал его горючим воздухом. Индентифицировал водород как элемент Антуан Лавуазье и произошло это в 1784 году. Водород является самым распространенным элементом во Вселенной. Примерно половина массы Солнца приходится на водород. Водород входит в состав атмосфер таких планет, как Юпитер, Сатурн, Уран. Водород – первичный элемент, из которого в недрах звезд синтезируются все другие химические элементы. На Земле входит в состав воды, нефти, природного газа, глины, а также всей биосферы. В свободном виде находится в вулканических и природных газах. Элемент водород в периодической системе химических элементов находится в первой А-группе – первом малом периоде. Электронная конфигурация атома водорода – 1С1, то есть в ядре атома находится один протон, в электронной оболочке – один электрон. В природе элемент водород существует в виде трех изотопов с массовыми числами 1, 2 и 3. Легкий нуклид водорода называется протий. Его ядро не содержит нейтронов. Ядро тяжелого водорода, дейтерия, включает один нейтрон, а сверхтяжелого – третия, уже два нейтрона. Протий и дейтерий являются стабильными нуклидами, а третий радиоактивен. В соединениях водород имеет постоянную валентность, равную одному. В соединениях с более электроотрицательными неметаллами водород проявляет степень окисления плюс 1. В простом веществе степень окисления атома водорода равна нулю, а в соединениях с неметаллами – минус 1. Простое вещество водород существует в виде двухатомных молекул – H2, в которых атомы водорода соединены между собой ковалентной неполярной связью, образованы за счет перекрывания 1С атомных орбиталей. Физические свойства Водород – бесцветный, нетоксичный газ, без запаха и вкуса. В 14,5 раза легче воздуха. Водород имеет высокую теплопроводность, поэтому вылёгкие молекулы обладают высокой скоростью диффузии, а их маленькая масса и размеры позволяют им легко проникать через стенки сосуда. Например, наполненный водородом и тщательно завязанный ниткой шарик спустя довольно короткое время сдувается. При температуре около 300-600 градусов по Цельсию водород способен диффундировать сквозь стенки металлического или стеклянного сосуда, в который он заключён. Это используется для получения водорода очень высокой частоты, так как содержащиеся в нём в виде перемесей другие газы, а именно пары воды, кислород, азот не способны проникать сквозь металл и задерживаются в сосуде. Водород имеет низкие температуры кипения и плавления, так как его молекулы не полярные, а силы межмолекулярного взаимодействия в нём невелики. Благодаря низкой температуре кипения жидкий водород используется в качестве охлаждающего агента. Подобно всем веществам, молекулы которых неполярны, в воде растворяется плохо, однако очень хорошо поглощается некоторыми металлами, никелем, платиной, палладием. Например, один объём палладия может растворить до 900 объёмов водорода. При нагревании насыщенного водородом палладия водород легко выделяется обратно. Химические свойства Простое вещество водород при взаимодействии с другими веществами может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Из простых веществ водород непосредственно не реагирует с фосфором, кремнием, благородными газами, бором, такими металлами как медь, серебро, золото. Водород проявляет себя как восстановитель в реакциях с простыми веществами-неметаллами, имеющими более высокую электроотрицательность, образуя соединения, в которых степень окисления его плюс один. Реакции водорода с наиболее активными неметаллами протекают очень интенсивно, сопровождаются горением или даже взрывом. При нагревании или присутствии платины как катализатора, даже при комнатной температуре, водород взаимодействует с кислородом воздуха. Смесь водорода и кислорода в соотношении 2 к 1 по объёму называется гремучим газом и очень взрывоопасна. Серый водород реагирует обратимо и при нагревании. Продуктом данной реакции является сероводород, ядовитый газ с запахом тухлых яиц. Также обратимые, протекающие при нагревании реакции водорода с азотом и углеродом, скорость которых резко возрастает при использовании катализаторов. Окислительная способность водорода проявляется при его взаимодействии со многими активными металлами при повышенной температуре и давлении. В результате реакции образуются гидриды, в которых степень окисления водорода равна минус 1. Гидриды – твёрдое соединение, по своему ионному характеру связи, напоминающие типичные соли галогенов. Гидриды металлов неустойчивы и легко разлагаются водой с выделением водорода. Водород – дешёвый и доступный восстановитель, поэтому широко используется для получения металлов посредством их восстановления из оксидов. Однако нельзя использовать водород для получения из оксидов таких металлов, как бериллий, алюминий, а также щелочных и щелочноземельных металлов. Водород выступает в роли восстановителя в реакциях с органическими веществами, содержащими кратные связи. Такой тип реакции называется гидрированием. Получение водорода В лаборатории водород получают при взаимодействии разбавленных соляный или серный кислот с металлами средней активности, такими как цинк, железо, алюминий. Для проведения реакции используют аппарат КИППА. Так как водород является газом в незначительно растворимом воде, его можно собирать как методом вытеснения воздуха в пробирку, расположенную вверх дном, так и методом вытеснения воды. Обнаруживают водород с помощью пламени обыкновенной спички. Водород сгорает с характерным хлопком. В промышленности основными видами сырья для получения водорода являются дешевая и доступная вода, природный или попутный газ. С этой целью осуществляют следующие реакции. Взаимодействием водяных паров с раскаленным углем получают так называемый водяной газ. Для осуществления конверсии при вращении метана используют катализаторы никель или оксид алюминия. Получают водород и электролизом воды, в которую для повышения электрической проводимости добавляют электролиты, хлориды калия или натрия. Использование водорода основано на его физических и химических свойствах. Как легкий газ он используется для наполнения аэростатов в смеси с гелием. Применяют водород для получения высоких температур. Кислородно-водородным пламенем режут и сваривают металлы. Жидкий водород является одним из наиболее эффективных видов ракетного топлива. Водород используется в металлургии для восстановления некоторых цветных металлов из их оксидов. В химической промышленности водород применяют для синтеза хлороводорода, аммиака, получения метилового спирта, формальдегида и других органических веществ. В пищевой промышленности водород используют для гидрогенизации жиров. Изотопы водорода дейтерии третий нашли важное применение в ядерной промышленности. Неметаллы с водородом образуют группу соединений с общим названием летучее водородное соединение. Это вещества молекулярного строения. При нормальных условиях могут находиться в газообразном или жидком состоянии. Кислотные свойства водных летучих водородных соединений усиливаются по периоду и группе. Так, метан нерастворим в воде. Аммиак образует слабое основание гидратаммония, диссоциацию которого в водном растворе можно отобразить следующим уравнением. Одним из продуктов диссоциации гидрата аммония являются гидроксид ионы. Это объясняет тот факт, что водный раствор аммиака проявляет свойства слабого основания. И действительно, раствор аммиака изменяет окраску индикаторов. Так, фенолсталиин приобретает малиновую окраску, а лакм становится синим. Вода слабый электролит. При ее диссоциации образуются ионы водорода и гидроксид ионы. Характерна нейтральная реакция среды. Водный раствор второводорода также является слабым электролитом. Но при его диссоциации образуются ионы водорода. Поэтому плавиковую кислоту водный раствор второводорода относит к слабым кислотам. Ослабевание основных и усиление кислотных свойств от водного раствора аммиака в второводородной кислоте подтверждают, что кислотное свойство летучих водородных соединений по периоду слева направо усиливаются. А вот соляная кислота водный раствор хлороводорода уже является сильным электролитом и практически полностью диссоциирует на ионы. В качестве катионов образуются ионы водорода. Соляная кислота изменяет цвет универсальной индикаторной бумаги на красный. Следовательно, водный раствор хлороводорода является сильной кислотой. А значит, по группе сверху вниз кислотное свойство летучих водородных соединений также усиливаются. А теперь предлагаю задание для самостоятельного решения. Переведите уравнение химических реакций, с помощью которых можно осуществить следующее превращение. Поставьте видеофрагмент на паузу и приступайте к выполнению задания. Если готово, проверяем. Получение хлороводорода из соляной кислоты водород можно получить взаимодействием кислоты с металлом средней активности, например, цинком. Получение воды воды электролизом воды можно получить водород реакция водорода с азотом обратима и получение гидрида кальция. Надеюсь, вы успешно справились с этим заданием. Переходим к следующему. Предлагаю решить задачу на нахождении неизвестного элемента по известным массам исходных веществ и продуктов реакции. В результате реакции между гидридом неизвестного одновалентного металла массой 4 грамма и водой взятой в избытке выделился водород массой 0,2 грамма. Определите металл. Поставьте видеофрагмент на паузу и приступайте к выполнению данного задания. Если готово проверяем. Составили уравнение реакции в общем виде. Рассчитали химическое количество водорода и оно составило 0,1 моль. Согласно уравнению реакции химическое количество гидридом металла также равно 0,1 моль. Теперь можно найти молярную массу неизвестного гидрида и она составит 40 грамм на моль и можно определить металл. Для этого необходимо найти относительную атомную массу металла которая составит 39 следовательно искомый одновалентный металл это калий. Подведем итоги занятия. Атом водорода имеет самую маленькую массу и самое простое строение ядро представляющее собой протон и один электрон который размещается на 1s орбитале. Природный водород состоит из двух стабильных изотопов протеидоитерия и радиоактивного трития. В соединениях может проявлять степень окисления плюс 1 0 минус 1 Водород как простое вещество состоит из двух атомных молекул в которых атомы связаны одинарной ковалентной неполярной сигма связью. При нормальных условиях водород это газ без цвета запаха и вкуса с низкими температурами кипения и плавления. Мало растворим в воде но хорошо во многих металлах. Химическая активность водорода при комнатной температуре невысокая. В реакциях с простыми веществами может выступать как восстановитель реагируя с неметаллами и окислитель в реакциях с металлами. Водород реагирует и со сложными веществами с некоторыми оксидами металлов В-групп и органическими веществами содержащими кратные связи. В данных реакциях водород выступает в качестве восстановителя. В лаборатории водород получают взаимодействие металлов средней активности с серной и соляной кислотой. А важнейшими способами получения водорода в промышленности являются взаимодействие водяных паров с раскаленным углем, взаимодействием воды с метаном, электролизом воды. Большое количество водорода используется для органического и неорганического синтеза. В металлургии водород используется для получения металлов. Атомарный водород применяется в горелках для резки и сварки самых тугоплавких металлов. Жидкий водород нашел применение в ракетной технике как одно из наиболее эффективных реактивных топлив. Для более подробного знакомства с физическими химическими свойствами водорода, способами его получения и сферами применения предлагаю изучить материал 29-го параграфа учебного пособия по химии для 11-го класса. До новых встреч!